Продолжаем выпуск. Культурная программа, конкурсы, выступления артистов и улыбки на лицах взрослых и детей. Все это можно было наблюдать на дне рождения нововаршавского городского поселения. 120-й год существования рабочего поселка. Местные жители при поддержке администрации отметили с размахом. Много манящих, красивых и звучных. Названий на карте отчизны моей. Нововаршавка не город могучий, но родиной малой гордимся своей. День поселка в нововаршавском городском поселении начался с торжественной церемонии обновления списка почетных жителей, чьи имена и фотографии расположились на центральной площади. Это добрая традиция, которая существует вот уже 4 года. Каждый раз на доске почета оказываются портреты людей, проявивших поистине стахановское трудолюбие в разных сферах жизни поселка. Учитель нововаршавской гимназии Валентина Нацаренус рассказывает, чтобы быть усердным в труде, необходимо любить свое дело всем сердцем. Эта любовь и будет главным мотиватором к росту и развитию. Вообще я уже отработала 26 лет в школе. Именно в Нововаршавке сделала уже 4 выпуска. Человек, который работает с детьми, он всегда молод душой, поэтому дети и мотивирует. Главный мотиватор. Жители, пришедших в этот солнечный день в центр нововаршавки, чтобы со своими земляками отпраздновать день поселка, ждала большая культурная программа. Живое выступление вокально-инструментальной группы, конкурсы и поздравления – все это дарило людям позитивные эмоции. Главной изюминкой на дне поселка была ярмарка, на которой народные умельцы приготовили съедобные и сувенирные изделия на продажу. Мастера вышивки и гончарного дела постарались на славу, организовав яркие красочные инсталляции и целые фотозоны для гостей. Вон стол у нас стоит, там всякие вкусняшки, практически с гитаром. Домашнего тоже производства? Конечно, это все каждый из нас приготовил кто-то что-то. Кто торт испек, кто блинчики напек, кто крепли сделал, кто морс сварил. Наша продукция, наша умельца, кто плетет, кто вяжет, кто цветами занимается, кто выращивает. Это все работа нашей улицы. У нас есть выставка, алмазная вышивка. Это династия Светневых. На нашей улице представили чай казахский, паурсаки, чак-чак, немецкие вареники, сладости, салат. Представили мы с нашей улицы. Улица светлая. Ну и поделки. Девушка у нас вон, собачка, цветы. Люди, пришедшие в солнечный погожий день в центр Нововаршавки, рассказывают, организованный праздник подарил им массу ярких, позитивных эмоций. Музыкальные номера на сценах, вкусные угощения и живое общение с односельчанами еще раз напомнили им, в каком замечательном уголке Омской области они живут. Праздник удался. Встретили знакомых людей. Очень весело, очень впечатляет доска почетов. Знаменитых людей района туда повешали. Как-то заслуги представлены. Красивые цветы, овощи, фрукты. В общем, все прекрасно. Погода нормальная, отличное настроение. Праздничная атмосфера. Царит, кто знает, на площади, кто знает, все гроются, улыбаются, друг друга поздравляют. Даже если мы и не коренные Нововаршавцы, но все равно уже 25 лет прожили, можем считать, что кто знает. Мы очень рады, что кто нас сделали. Такой праздник нам. Мне нравится, что пришли люди и немало людей, которые неапатично относятся к своему родному поселению. То есть болеют за него, переживают за него, ходят на праздники, ходят на все мероприятия, которые здесь проводятся. Поэтому это очень хорошо и очень вовремя проводится. Как рассказывает секретарь местного отделения КПРФ Анна Гимазова, в наше непростое время, после нескольких лет пандемии и во время обострения обстановки вокруг страны, людям необходимы праздники. Как поводы лишний раз провести время с близкими и земляками и зарядиться положительной энергией. А также вспомнить еще раз, какая богатая история и культура их родного края. И порадоваться, что они являются ее частью. И хотелось бы создать атмосферу праздника. Атмосферу того, что мы все-таки едины, что мы живем в этом поселке, этот поселок для нас, наш родной дом. Хотелось бы людям, в первую очередь, конечно, поднять настроение. Праздник удался. Люди в основном все довольны праздником. Все были отмечены, награждены. Люди все ушли с настроением, многие с подарками, с призами. Поздравил нововаршавцев и глава сельского поселения Анатолий Кошара. Он рассказывает, самое главное богатство их поселения – неплодородная почва, дающая хорошие урожаи, не богатая и красивая природа, а трудолюбивые, отзывчивые и добрые люди. Благодаря им этот праздник состоялся и вышел таким светлым и душевным. Всегда, в любой праздник, а тем более после двух лет, я вижу и жителей настроение. У меня настроение, хорошее настроение. Настроение праздничное. Почему? Потому что праздник, единственный день поселка, это вот у нас проходит в конце августа, последняя суббота августа, и жители ждут этот праздник, чтобы поучаствовать, походить, побеседовать, поговорить. А поговорить есть о чем. Ну а самое главное, я хочу еще пожелать жителям хорошего настроения, здоровья, благополучия и удачи всем. С поздравительным словом к людям обратился и депутат Государственной Думы, первый секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алехин. Он рассказывает, нововаршавка с советских времен была образцово-показательным поселением. Лидер омских коммунистов по поручению председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова вручил памятные медали ветеранам нововаршавского сельского поселения, всю жизнь проработавших на родной земле Вавилову Вадиму Георгиевичу и Масникову Сергею Ивановичу. Андрей Алехин пожелал этому красивому поселку с добрыми и искренними людьми процветания и развития. Ну я давно с ними, я многих людей здесь знаю, со многими знаком. Тут замечательные люди, замечательные труженики. Нововаршавский район в советские времена один был из показательных районов. Я еще в свое время помню, когда работал секретарем партийной организации Кожевиного завода, потом в районном комитете партии, заведующем отделом пропаганды. У нас часто здесь проходили семинары. В частности, в самой Нововаршавке, в Ермаке показывали, как можно и как нужно работать, что можно добиваться, каких урожаев, каких достижений в животноводстве можно добиваться. Это прекрасная земля, очень замечательные люди здесь живут, поэтому и замечательный праздник сегодня.